привет друзья сегодня я хочу вам знаете продолжение темы почему я в сетевом я не могу я могу об этом говорить очень долго и вечно привет привет с вами наталья зубкова и мои мысли слух вы знаете я у меня такой сейчас этап в моей жизни классный интересный не 50 лет а я только жить начинаю у меня вот глаза раскрылись вот так что к цейс другая жизнь то есть я знала что есть другая жизнь я не мечтала об этой жизни другой я мечтал а это все было было на уровне мечты и я понимала что почему я могу как мне это сделать я не знал я не знала каким образом я могу это все реализовать я говорила нет сетевой не для меня вот даже знаете газета иногда тоже покупаешь газеты там же много объявлений человек ищет работу пишет сетевой маркетинг не предлагать чек просто не понимать что пусть его маркетинг не понимала я тоже я тоже этого не понимала для меня всего маркетинг это хватаешь сумки набитые каталогами товарами и бегаешь короче все это продаешь я могу продавать я умею продавать но я это не люблю а когда ты делаешь то что ты не любишь но сколько ты будешь это делать но я не за только если только вообще безысходность полнейшая будет и вот я сюда пришла и для меня начался новый жизненный этап я мне бы сказал год назад что я буду вот так выступать вот так разговаривать записывать ролики я бы сказала вы что зубы рухнули да нет конечно я себя стесняюсь я себя не люблю я там выгляжу как-то не так и все такое прочее знаете я сейчас настолько стала уверена в себе то есть я благодарна своей работе благодарна спонсору который меня сюда пригласил я благодарна тому что я приняла это предложение потому что опять же наступил определенный этап такой было же какое-то время такое что если бы мне это предложили я бы не пошла я бы не пошла я бы просто не услышала эту информацию то есть всегда все делается вовремя всегда шанс который тебе подворачивается он подворачивается вовремя вот я об этом уже говорила самое главное что мимо этого шанса не пройти заметить его схватить его за хвост удачу за хвост Вот, и вы знаете, я так довольна, я так горжусь собой, что я эту удачу не упустила, что я этот шанс не упустила, это мой шанс, и я его отработаю на полную катушку, и я рассказываю об этом людям, и я рассказываю об этом людям везде, и я горжусь тем, что я в сетевом маркетинге, я горжусь тем, что я работаю в компании Арифлейм. Вот знаете, для меня начался новый жизненный этап, причем не только работа, работа это да, но вы знаете, я считаю, что, я всегда раньше говорила, что работа, самая лучшая работа, это высокооплачиваемое хобби, и сейчас вот моя работа, она очень быстро перерастает в мое хобби. Во-первых, я начинаю, я развиваю свой личный бренд, то есть я рассказываю о себе, своей жизни, естественно, я не трясу никаким бельем нижним и так далее, то есть это никому не нужно, хотя, наверное, это интересно было бы, сами знаете, что люди, как правило, так падки на это все. Нет, я рассказываю честно и открыто о том, что мне интересно, как я живу, чем я увлекаюсь, вот какие мысли мне приходят в голову, вот я веду канал на ютуб, канал блог, я записываю себя, я смотрю на себя вот сейчас в камеру, я себе нравлюсь, я себе определенно нравлюсь. А это, я считаю, дорогого стоит, то есть не каждая женщина может смотреть на себя и вот так сказать, господи, да ты красавица, ты просто супер. И ко всему этому я пришла именно здесь. Очень добрая компания, очень хорошая компания, очень большое у нас проходит обучение именно для тех людей, которые хотят не просто зарабатывать большие деньги, потому что деньги, ради денег это не работает. Работают деньги для чего-то. Вот, и я, очень большой личностный рост у меня происходит сейчас, я расту как личность, я развиваюсь, я столько нового всего узнаю, у меня просто не хватает времени, столько я хочу всего узнать и сделать. Вы знаете, я, особенная категория, у нас такая очень такая большая категория девчонок, которые у нас работают, большой процент, это мама в декрете. И вот когда уходит мамочка в декрет, девочка молоденькая, есть такие, которые все устраивают, да, она сидит в декрете нормально, меня не трогайте, мне в свое свободное время, мне поспать и так далее. А есть такие, которые понимают реально, что в декрете ты погружаешься в болото просто, ты просто деградируешь как личность. В каком плане? Ты, конечно, дети вокруг, ты, конечно, шевелишься, ты там, домашняя работа, тебе сидеть некогда, но, но, в плане личностного роста ничего не происходит. Если ты ходила на работу, допустим, да, в декрете, если ты что-то читала, какие-то там, может быть, по своей профессии, ты как-то развивалась, может, ты в чем-то участвовала. Какие-то конкурсы, какие-то презентации ты делала, ты к чему-то стремилась, допустим, ты стремилась там должность выше занять, да, то что-то вот такое, что-то в твоей жизни происходило, ты жила полной жизнью, насыщенной, помимо семьи и дома. То в декрет это немножечко погружение такое, знаете, в болото, в рутину. Оно сначала, да, когда ты только уходишь после работы, вот в декрет еще до родов, немножко отдыхаешь, думаешь, ну все, вздохнуло тяжело, сейчас я в декрете отдохну. Отдохну тогда, но как личность очень многие в декрете теградируют. И к нам приходят девчонки, вот именно в декрете, которые, и они с декрета потом на работу не выходят, потому что они растут как личность, они развиваются, они такие крутые девчонки становятся, то есть она становится, у нее маленькие дети, а у нее уже есть достаток в семье, она становится умней, она как бизнес-леди, у нее возможностей море просто. Она столько всего знает, она столько всего умеет, такие перспективы открываются перед ней. Она втягивает в бизнес этот мужа, своих родственников, становишься красивее намного, потому что ты пользуешься такой классной, высококлассной косметикой. Это же элитная продукция, элитная косметика. Невозможно работать в компании и не пользоваться этой косметикой, то есть это часть нашей работы. Но это до такой степени круто. Косметика натуральная, косметика шведская, она на самом деле очень дорогая, она безумно дорогая. Но просто компания, она очень так, у нее такая ценовая политика, очень гибкая для разных стран. Для нашей страны она такая, понимаете. Она понимает, компания, что если она реальную цену поставит своей продукции, у нас просто не будет денег это все купить. Но это до такой степени круто. Я вчера постик выставляла, мой заказ пришел, мы с Каримкой разбирались с внуком. Это до безумия классно просто, понимаете, это настолько классно. Я просто такую эйфорию испытываю, когда я этот заказик получаю. Причем у меня скидки громадные, потому что это выгодно не у кого-то покупать, а покупать в своем личном интернет-магазине. Тебе компания дарит интернет-магазин свой собственный, при регистрации, раскрученный уже. Ничего тебе в нем делать не нужно. То есть тебе не нужно там платить, заказывать товар, он там уже есть. Компания каждый каталог поменяет сама. Тебе не нужно этот товар привозить никуда. Тебе не нужно ничего оплачивать, ни хранения, ни продавцам платить. Ничего абсолютно. Тебе компания дарит интернет-магазин. Но вы же все заказываете продукцию в интернет-магазинах. Ну все, согласитесь, абсолютно все. Там какие-то, я пряжу себе заказывала, там книжки заказываете. Там вот это Алиэкспресс, вот это сейчас сайт очень такой раскрученный. То же самое, только это ваш личный интернет-магазин. Туда зайти можете, в ваш личный кабинет, только вы. Вам дается номер, пароль определенный. И в этом магазине вы покупаете для себя все. Понимаете? Но это нормально, потому что зачем я буду у кого-то покупать, когда у меня скидки громадные. Я заказ вчера получила. У меня, короче, заказ пришел. Он у меня заказ был на 11 тысяч. Я не продаю, но у меня берут мои знакомые. Четыре человека, которые у меня постоянно покупают. Я просто заказываю четыре каталога, им раздаю и все. Они мне просто звонят, вот мы там у тебя возьмем. Вот смотрите, на 11 заплатила я за заказ всего шесть. И в итоге, плюс у меня еще там какие денежки отдадут. И у меня мой заказ получился всего три тысячи. 11 тысяч, три тысячи всего. Ну, я не знаю, это круто, это здорово. Вы знаете, я столько книг сейчас стала читать интересных. Я столько стала фильмов смотреть интересных. Имеется в виду такие, знаете, вебинары по психологии, по личностному росту, по развитию личностному. Такие вещи, которые я никогда бы до этого, не придя в компанию, я бы никогда на них внимания не обратила. Я была к этому не готова. Когда я сюда не пришла пока, я была к этому не готова. Мне бы их давали бы, прям пинали бы меня туда, вот садись, смотри, я бы их не смотрела. Потому что все в свое время делается. Потому что одно выходит, как бы из другого вытекает. Мне это понадобилось. Я сюда пришла. Я понимаю, что мне надо создавать свою команду. Я с большим удовольствием ее создаю, команду. Я знакомлюсь с людьми. У меня девчонки по всей России работают. Такие девчонки приходят, с которыми мы теперь становимся друзьями. Мы дружим, мы теперь подруги. И причем дружим мы, мы у нас в WhatsApp голосовой чат, мы дружим, в Telegram у нас есть. Мы до такой степени, мы не только по поводу работы общаемся. Мы мечтаем о том, как мы будем скоро куда-то ездить в заграничные поездки. Причем не просто от компании. Нас компания возит на заграничные поездки всевозможные в несколько раз в год. Проводит для нас банкеты директоров. У нас есть программа автобонус. Это я отдельным роликом запишу. Вот именно все четко и ясно. Прям по факту, по пункту, там все разложу. Это пока такой, знаете, рассказ о себе. Почему я тут? Почему мне это нравится? Почему это круто? Посмотрите мои странички в соцсетях. Мне не хочется грустить абсолютно. Мне хочется петь, мне хочется танцевать, мне хочется жить. Мне хочется стать еще красивее. Мне хочется стать еще раскрепощеннее. Мне 50 лет, понимаете? А у меня жизнь только началась. У меня только жизнь началась, когда я пошла вот в эту компанию. Книги по психологии, они обалденные просто. Если бы мне раньше сказали, вот, прочитай вот эту книгу, я бы сказала, да вы что, я же не психолог, что я в ней пойму. Вы знаете, на самом деле, все эти книги и все эти тренинги, они написаны не для профессионалов. Они написаны не для психологов. Они написаны именно для простых людей. Они написаны простым языком. Все эти вебинары, они рассказываются простым очень языком, чтобы было понятно нам, простым людям. Чтобы мы это поняли и мы начали расти внутренне и развиваться внутренне. Это настолько круто, что меня просто распирает эйфория вот эта от того, что я здесь, что я сюда попала. Мои контакты под видео пишите, пожалуйста. Мы будем с вами дружить, мы будем общаться. Это не страшно. Мы не мошенники. Я живой человек. Вот я перед вами сижу. Я рекламирую свою компанию. Я обожаю свою компанию. Если вы хотите жить, как я, насыщенной, интересной жизнью, и у меня жизнь только начинается, то добро пожаловать. Я вас жду.